Всем привет, друзья! Рад вас видеть, меня зовут Дарина, с возвращением на мой канал. Шел какой-то день карантина, люди уже буквально сбились со счета какой. И на главный вопрос, чем же себя занять во время карантина, наверное, уже сказано все, что только можно. Многие блогеры проводят марафоны, онлайн-трансляции, люди стали заниматься саморазвитием, спортом, они стали читать книги, играть в шахматы, готовить не хуже, чем в классных, крутых кулинарных шоу. В общем, в удивительные времена живем, друзья. Я планировала снимать такое видео, чем занять себя на карантине, еще пару недель назад. Но, к сожалению, по состоянию своего здоровья я не смогла этого сделать. Я выпала со съемок, точнее полностью их приостановила. Что именно со мной случилось, я более подробно рассказала у себя в инстаграме, поэтому, если вам интересно, переходите, почитайте. Сейчас мое самочувствие уже гораздо лучше, я планирую активно возвращаться в строй. И вы знаете, я думала, что спустя две недели это видео уже будет неактуальным. Но, к сожалению, карантин продлевают, и даже более того, его ужесточают. То есть в нашей стране, в Украине, он становится более строгим. И я подумала, что, наверное, не будет лишним еще разок мне с вами об этом поговорить. Да, вначале я все-таки еще разок хочу подчеркнуть, насколько важно соблюдать карантин. Я думаю, что уже никто не сомневается в глобальности, в масштабности этого вопроса, что карантин это не каникулы. И давайте позаботимся не только о себе, но и о окружающих, о жизни и здоровье близких вам людей. И чем ответственнее мы отнесемся к этому, тем быстрее все это закончится. Так, все, минутка наставления от Дарины окончена. Сегодня я расскажу вам более подробно о карантине для собачника, какие есть советы, рекомендации, расскажу, какие покупки я сделала. Ну и, конечно, главный вопрос, чем занять себя и свою собаку в свободное время? Поехали! В начале карантина появилась небольшая паника, и многие люди стали массово скупать все с полок, запасаться продуктами, вещами первой необходимости, тем самым создавая дефицит этих самых продуктов. Несмотря на то, что власти призвали людей сохранять спокойствие, не паниковать, что продукты будут поставляться и дальше, но, как говорится, так безопаснее. Хотя какой-то смысл в этом есть, хотя бы потому, что если у вас дома будет хоть какой-нибудь небольшой запас еды, вам не придется каждый день ездить в супермаркет вместо массового скопления людей. Да, действительно, сейчас в нашей стране официально остались работать только продуктовые магазины и аптеки, остальные закрылись на карантин. Так вот, зоомагазины, они не попадают ни под одной из этих категорий, они оказались где-то посерединке, как мне объяснил один из менеджеров зоомагазина, с которым мне довелось пообщаться, поэтому многие магазины закрылись. Остались работать крупные зоомагазины и магазины в режиме онлайн. Но с доставками начались задержки. Поэтому мой первый совет будет такой, если ваша собака на сухом корме, то не будет лишним перестраховаться и купить или заказать с доставкой на дом, как это делаем мы, больше корма, например, в два раза больше по объему, чем вы делаете это обычно. Особенно, если ваша собака на каком-то специальном гипоаллергенном или лечебном корме, ну, просто купите, поставьте его где-нибудь в кладовочке, на балкончике, на всякий случай. Ну и, соответственно, если у вас собака на натуральном корме, то тоже можно перестраховаться и положить в морозилочку немного больше мяса, чем вы делаете это обычно. Помимо корма, также я бы посоветовала запастись наперед хотя бы на пару месяцев ветеринарными препаратами, если собака требует лечения. Средствами обработки от паразитов, глистов, блох и клещей. Тем более, что сейчас весна, и это актуально как никогда. Также можно заказать лишний флакончик шампуня и других косметических средств, если вы ими пользуетесь. Следующий момент это уборка. Я знаю, что многие люди очень активно взялись за уборку дома. Перебрали вещи в шкафах, вымыли окна, навели порядок на кухне, в аптечке, в косметичке. В общем, везде, куда только раньше руки и ноги не доносили. Это очень круто. Частая влажная уборка в доме, проветривание, увлажнение, помещение – это сейчас просто мастхед. Но что же касаемо собачьих вещей в доме. Переберите игрушки своего питомца. Старые потрепанные игрухи самое время просто выбросить. Тканевые мягкие игрушки постирать в стиральной машинке. А резиновые также сполоснуть с мылом или обработать со средством. Если ваш пёс до сих пор гуляет на улице в одежде, регулярно простирывайте её в машинке. Чаще, чем обычно. И да, самое время простирать в доме все лежанки. На лежанках собаки проводят много времени, и на них может собираться грязь. В общем, нам это не нужно. Кстати, собачье полотенце тоже меняйте почаще. Амуницию это тоже касается. Нейлоновые тканевые ошейники и поводки я стираю с мылом, щеткой. А рулетки протираю спиртом. Рулетки я протираю каждый день, после каждой прогулки. Также стоит хорошенько следить за чистотой мисок. Кстати, некоторые ветеринары советуют на время карантина перевести собаку с натуралки на сухой корм. Якобы, чтобы меньше контактировать и употреблять в пищу сырое мясо. Но это очень индивидуальная тема, поэтому решайте сами. Если ваша собака на сухом корме, то нужно не лениться и мыть миски после каждой кормежки. Кстати, вы же помните, да, что оставлять корм в доступе весь день в миске, это плохая привычка, да? Но что касаемо воды, то миску с водой нужно мыть обязательно, ежедневно. Менять в ней регулярно воду, чтобы она не застаивалась и всегда была свежая. Дальше мы поговорим о прогулках. Это, конечно, наболевший вопрос, потому что по условиям карантина нужно выходить на улицу как можно реже. Но с собакой нужно выходить на улицу минимум дважды в день, чтобы с ней прогуляться и сделать все необходимые дела. Тем более, что собака очень нуждается в активных долгих прогулках. У вас есть много свободного времени, да и весна на улице. Но, друзья, как это не грустно. На время карантина прогулки лучше сократить. Гулять в менее людных местах подальше от шумных улиц и людей. А на долгие прогулки выезжать, например, в лес. Сейчас лучше отказаться от посещения собачьих площадок и мест для выгула собак. И как бы ваша собака не любила своих друзей и общение с другими собаками, это сейчас далеко не лучшая идея. Неизвестно, как другие владельцы относятся к гигиене, чистоте и всем необходимым санитарным нормам. Лучше переждать это время и ограничить общие собачьи игры. В городе гулять с собакой нужно только на поводке. И если ваша собака имеет плохую привычку подбирать с земли, за этим сейчас нужно очень строго следить. Вплоть до того, что если вы не уверены, что сможете это контролировать, можно использовать намордник. На прогулке очень важно следить, чтобы ваша собака не съела мертвую крысу, птицу или летучую мышь. Вирус очень мало изучен. По одной из версий он мутировал именно от животных. Поэтому вам нужно максимально внимательно следить за тем, чтобы ограничить контакт вашей собаки с дикими животными. И еще важно, никому на прогулке не разрешайте гладить вашу собаку, даже друзьям и вашим знакомым. Объясняйте им, пускай они не обижаются. У них попросту могут быть грязные руки, и если они погладят собаку, то эта грязь останется на ее шерсти. Придя домой с прогулки, тоже нужно придерживаться некоторых мер безопасности. Я оставляю собаку входной двери, не разрешая проходить далеко, и первым делом мою руки сама, а потом только мою девочек. И, кстати, насчет мытья рук, я думаю, все вы знаете, что это сейчас самая эффективная мера безопасности, мера борьбы с вирусом, даже эффективнее всяких санитайзеров. Поэтому, когда вы приходите домой, вас, естественно, встречает собачка, прыгает, радуется, постарайтесь ее не гладить. В общем, первым делом идете в ванную, тщательно моете руки, и только после этого гладьте свою собаку. И на время карантина все вот эти вот поцелуйчики с собачками тоже желательно прекратить. Тщательно, очень тщательно моем лапы собаки после каждой прогулки. Я мою по два раза. Первый собачьим шампунем, ну а второй антибактериальным мылом типа Сейфгард. Слышала, что некоторые собачники также моют еще и дегтярным мылом. Насчет спирта и антисептиков нужно быть очень аккуратными, потому что они сушат лапы. Но если вы все-таки перестраховываетесь и после мытья обрабатываете сверху лапы антисептиком, то не забывайте потом их смазывать еще и бальзамом. Купать собаку полностью тоже сейчас можно чаще, чем обычно. Но помните, слишком частое купание вредное для шерсти. Ну и напоследок, чем же все-таки занять себя и свою собаку на карантине, находясь дома? Первое, что приходит в голову, это, конечно же, тренировки. Но я советую обратить ваше внимание не на общий курс дрессировки, не на коррекцию поведения, отработку базовых команд, послушание и так далее, а именно на какие-то трюковые команды, до которых у нас постоянно не доходят руки. Например, можно научить свою собаку приносить какие-то вещи, пульт от телевизора, тапочки и тому подобное. Это прекрасное времяпрепровождение вместе со своей собакой, поверьте. Отличная умственная нагрузка для нее, ну а для вас способ поднять себе настроение. Дальше дома можно придумать множество различных игр. И не только в мячик или перетяжке каната. Самое простое это прятки. И у этой игры может быть множество разных вариантов. Вы можете спрятаться сами или спрятать любимую игрушку, вкусняшки и так далее. Если у вас есть еще и дети, то вы сразу убьете двух зайцев. Детям такие игры очень нравятся. На моем канале есть отдельное видео на эту тему, игры с собакой дома. Там есть еще несколько неплохих идей. Ну и конечно, карантин это идеальное, лучшее время для рукоделия и готовки. И не только для себя любимого, но и для своего хвостика. Раз уж я заговорила о других роликах моего канала, не упущу возможности еще немножко себя пропиарить и скажу, что за два года ведения своего блога я сняла немало видео на эти темы. Док Диайвай, я предложила вам много вариантов лежанок, одежды, ошейников и поводков, игрушки, сумки, переноски, слинги и многое другое. А также большое количество рецептов домашних вкусняшек для питомцев вы найдете у меня на канале. И для вашего удобства в описании видео я оставлю ссылочки на отдельные плейлисты с мастер-классами и рецептами. Да, друзья, карантин это удивительное время, это такая возможность для многих из нас что-то переосмыслить, возможно заняться каким-то любимым делом или тем, что вы давно откладывали. Но это вовсе не обязательно, что вы должны это время провести суперэффективно, с максимальной пользой, и иначе вы какой-то неправильный. Если у вас получится уделить время себе, своим близким, своим питомцам, это уже много, согласитесь. И помните о главном, о здоровье и о безопасности. Не болейте, мыслите позитивно, не скучайте на карантине и не забывайте, что мы с вами увидимся очень скоро, буквально в следующем ролике. Пока!